Сколько тебе лет? Так, что вас интересует? Сколько вам лет? Сегодня третье число. Ровно через 7 дней будет 80. Ого, да вы прям динозавр видели, да? Или стали... Ну я в рулетке, наверное, тут старше, никого больше нет. Ну я не видел никого старше. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям волю Божию, что тут собирается для блуда только. Мы хотим дать понять о Боге. А? Я считаю, что православие это хуйня. Ты ругаешься, что ли? Я ругаюсь, да. Ух ты поганец какой, не ждал я тебя. Тебя борода как у Валфа как у вас. А что ж вы безбородые-то на женщин похожие, как гомосексуалисты? Ну да, да, это какой, я это как узнаю, говорит, какой лев. Только не ругайтесь, не ругайтесь. Не-не, лев, говорю, без бороды львица, мужик без бороды девица, да? Да. Бог дал мужчине знак власти над женщиной. Не будьте подкаблучниками. Да не, это я помню, да работа вот такая, как у них я, короче. Это все лукавство одно, это блудодейная ересь, протопопа вакуум говорит. Ну, у работы-то нельзя бороду. Да не, к чему она работает тебе, замотает бороду, что ли? Как же раньше работали? Ага. Ну, раньше сами, знаете, Петр Первый, как у нам европейские стандарты, пришел. Вот сейчас показывают в НАТО, специально военная такая мощнейшая организация. Провели опыт. Одни с бородами были, другие без бороды. Без бороды, которые были, считали? Да, да, мужество, короче, как у, ну, больше себе показали. Я оружие не отказывал ни разу, говорит, и все вернулись живыми. Ну, сами же, знаете, да, вот как, даже вот, ну, в старину, там, читаешь историю волхвы, у них и волосы, там, длинные бороды. Как бы это все-таки связь, как бы, да, у нас вот, ну, как бы это, и вот академик Левашов, это с космосом, как, вот это все, ну, необходимо это нам, короче, мужчине это. Все это специально в корне обрубают, чтобы мы, не знаю, как говорится, Ивана, не помнящие своего родства. Да как вы-то зачем бреетесь, зачем? Да у меня, ну, работа такая, что... Ну, какая, ну, какая, настави, какая работа, что обманываешь сам себя? Работа, работа. Да не трогай бороду, выброси бы бритву-то, и все кончилось, работа, работа, как будто мы не работали. Да не, в Москве работают сам, как, вот, приезжай, ну, заказчики такого. Ну, нельзя, короче. Любой блудник, любой блудник оправдает блудство. А почему жена плохая, а эта хорошая? Да ну, я считаю, что, как говорится, чем пили тупой пилой, лучше стукнуть кулаком, чем жениться на дурной, лучше быть холостяком. Какой, я думаю, какой сам мужчина, такой и жена будет. Так что, яблоко от яблони недалеко падает, правильно? Ну, человек, что ищет, то находит. Да, 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 каждому свое, как бы. Надо верить в Бога, коротенькую жизнь прожить так, чтобы для Бога послужить, в раю оказаться, а не в аду. Ну, разговора нет, да, надо прожить так, чтобы ты от жизни освободился, а не жизнь от тебя. Надо, чтобы люди считали книгу, книг. Чтобы жили для Бога, ходили в церковь, а не просто дым пускали. Понятно. Да сейчас, сами знаете, понимаете, да, сейчас такая ситуация, сейчас, короче, РПЦ тоже там вытворяет свои чудеса. Как бы, непонятно, как у... Народ, как бы, перестал, честно, то есть, молодежь вообще перестала посещать и храмы, и все, как бы. Ну, короче, ну, бескультурия полная. Все, ценности навязали нам, как у нити, разрушают нас изнутри. Вы Библию-то читаете, нет? Ну, как, читал так. А сколько Евангелий в Библии? Сколько Евангелий? Ну, если это прям так, я вам сейчас там, ну, какие-то вещи не могу ответить. А сколько книг в Библии всего? Да нет, такие подробности я не знаю. Ну, а сколько у вас ушей, знаете? Ушей у меня? Да. Два уха у меня. Два уха. Для обоих ушей звучит Слово Божие. А сколько глаз? Два. Два. И обоими глазами нужно читать Библию, смотреть на прекрасный мир, который Бог сотворил. Угу. А вы в каком городе? Город Барнаул, Алтайский край, жительница Сибири. О, ну, по-моему, хорошие места там. Да. Там это, как это, мраморные или как их называть? Вот ванна что-то, да? Полезные какие-то или как? Тут всего много. Вот у нас вчера мы справляли день деревни. Мы с нуля строим православную деревню. Человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем с ним. Вы же курите? Блин, как он не курил, вот недавно закурил. А сколько же вам лет? Мне 34. И дурью маешься так? Да вот бывают такие ситуации в жизни, как это... А это оправдал? Значит, Бобороду оправдал, что Бритый Курев оправдал, что жене изменяют? Да, ну, это, в принципе, как бы, да, как вот тут мне, ну, сам виноват все в моих, как в руках. Ну, думаю, я справлюсь. У мужчины виновата женщина, а у женщины змей. Ну, думаю, это, как вот, справлюсь. А вы еще вот так мечетесь, это непонятно, идете куда-то? Нет, зачем, я просто туда-сюда вот так хожу, да и все. А что не сидеть-то на месте-то? Что ты не тишишься? Да, что сидеть-то, у меня работа как бы такая, как сказать, ну, сидячая, и иногда и походить тоже. Как вот, как говорится, ходи больше, плавай в воде, тогда будешь на земле все чувствовать, как рыбу в воде. Так, а вы думаете, для чего вот эту рулетку, и кто ее создал? Ну, я думаю, все это, как у евреев, все это вот оттуда идет, как вот это, мацонское вот это все. Ты смотри. Ну, от лукавого, от лукавого, короче, одним словом. Понятно, это место для блуда, Содом и Гоморра созданы. Это сделал мальчишка, мальчишка, школьник, 17 лет, Андрей Терновский. Он говорит, у меня одни двойки были, я подумал, что-то надо делать, экзамены не сдам. И создал место для блуда, чтобы сходили. Тут процентов 80 мусульман, самое блудливое племя. Не, ну, знаете, как, тут, как сказать, палка двух концов. Это бьет, а если, ну, народ, допустим, вот, как сказать, ну, эту рулетку, допустим, ну, народу тоже можно и в благую направлять. Вот, допустим, опа, мы с вами, опа, город Барнаул, я сам с Воронежа, там, да, как, сейчас с Москве, то есть, тоже обмен информацией какой-то, да, там, то есть, ну, можно ее правильно. Это случайно, тысячная доля, в основном для блуда, мужики голые лежат половина, творят блуд, анонизмом занимаются. Я вообще, конечно, вот я недавно, вот в эту рулетку, как, попал, и, короче, я вот посмотрел, и вчера с одним, как разговаривали, я говорю, слушай, я вообще уже, какого, стал вообще опасаться человека, я посмотрел, действительно, что происходит, и молодежь, там, девчонки вчера, я не знаю, там, по лет 14, короче, голые, короче, там, вообще, это такое страшные вещи. Я, говорю, я даже не знал, в какой стране она хожусь, что с людьми случилось. Так, вы уже слово, я вас просил, не хорошее слово не говорить, а вы уже сказали его. Да, да, извините. До свидания, всего хорошего, до свидания. Нет, нарушение правил, оно не за это выдаёт. Правило, правило, которое даётся в этой рулетке, чтобы открытое лицо было, по центру, а тут люди прячутся, прячутся. Я не знаю, у меня, у меня какая-то штука стоит, кто у нас. Прячутся от элементов, блудники. Кто-то от элементов, чего, мне 13, какие элементы. Я говорю, люди для чего, тут половина голые лежат, процентов 80, мусульмане. Ну, я армян, я не мусульманин, нет. Если вы армянин, то вы должны быть и христианин. Считаешь эту книгу? Нет, конечно. Ну, а раз ты её не считаешь, значит, ты во тьме живёшь. Я знаю, я тёмный, у меня рачка тёмная. А как на суд Божий представить, когда по суду Божию нужно идти по Евангелию, а ты закон не знаешь, не зная, нарушаешь? Ну, что-то, не знание закона не освобождает этой беззнасти, как говорится. То есть, самовольно захватили участок и думаете, что вы хозяин, да? Нет. Какой участок? Высчасток, который Бог каждому назначает, чтобы человек был благодарен за великие милости. Я не благодарен, не хочу в России жить. Выпустите меня. Если человек не верит в Бога, ничего не пьёт, не ест, а где жён, кружку поднимает. Люди хвалятся, какие богатые они, целая кружка пива. Даже поговорить-то некогда. Вот создал же эту рулетку Андрей Терновский. Скатилось сюда всё блудное, противное, мерзкое. Редко-редко человек встретится. Мы зашли сюда, чтобы проповедовать людям, рассказать о Боге, о вечности. Чтобы задумались, для чего они живут. А жить надо для Бога. Найти Бога, примириться с Ним через жертву Иисуса Христа. Что Спаситель мира Христос умер за наши грехи. Ведь человек, не верующий в Него, не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на Нём. А жизнь такая, мгновение. Два раза мигнул на той стороне уже. И с чем предстанет? Так вот. Если человек знает, что есть Бог, он ничего этого не будет делать, что здесь делается. Открыто творят блуд, сквернословят, безобразничают. Вылезь оттуда, вылезь, как щервь земной, сидишь под землёй. Вылазьте, блудники. Дедушка, а как вас сюда занесло? Изблудились, а прячетесь теперь от стыдобушки. Справедливо. Вылазь пока не поздно, от Бога не спрячешься. Надо считать святую книгу и жить по заповедям Божьим. Прятаться не будешь. Я не прячусь, я этот... Я буддист. Это так прячутся олеменщики, чтобы алименты не платить. От жены избежал. Я буддист. Тут процентов 80 мусульман, самое блудливое племя на земле. Да, не говорите. А как это проповедовать? А говорит Слово Божие, что блудники Царствия Божия не наследуют. Пьяницы, развратители будут гореть в огне с сатаной вместе. Никогда... Развратителей очень много. Каждый второй, развратитель, сидит там, грешит, лежит там, не знаю. Так вылезь на середину-то и поговорим. Вопросы задашь. Кого бояться-то? Мирное время, никто за нами не гоняется. Я Бога боюсь. Да не надо. У вас голова есть, лоб, волосы. Чего ты на Бога торопчешь? Ты же... Блин, я... Я вижу, совершенно нормальный мужчина. Только не ругайтесь. Ни одного слова плохого, чтобы не было. Извините. Прости, я серьезно каюсь, прям. Валяй, давай, задавай вопрос, и я вам буду отвечать. Давай, задавай. Как давно у нас с вами? Не, блин, ну, нет, как-то это... Надо реально такой вопрос хороший. В чем смысл жизни? Во! Сейчас кипит. Веровать надо и соответствовать тому, во что веришь. Ну, это понятно. Не огорчать Господа. Это понятно. Ну, вот если понятно, значит, тогда и надо в церковь ходить. Я хожу в церковь. Посты соблюдать. Да, нужно поститься. Потому что православная вера – это самая целомудренная. Мудренная. Да. Все это показывает. Вы Библию-то имеете дома? Конечно. И считаете? Ну, иногда. А почему не каждый день? Не знаю. Ну, это если православное в Библии написано. Вы, нельзя сейчас отключать, что вам охота будет. Отключитесь, как правило. Вот. Там написано. Вникая в себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Постоянно, ежедневно учить закон Божий. Это голос Божий. Мы у ног Христа сидим. Как Мария. Да, я знаю. Ну, вот. Вот я спрошу. Вы считаете. Сколько книг в Новом Завете? Я не знаю. А сколько Евангелий по порядку? Ну, я тоже не знаю. Я, кажется, только изучаю. Видите как. Вот. Любой сектант, баптист, адвентист, тот ответит сразу. А у нас, не знаю. Притом, это не вы одни. Это 99% так. То есть, фиктивно называются верующие, а ничего не знают. Ничего не знают. Вы какие псалмы наизусть знаете? Нет. Ну, а псалмы, тут уж ясное дело, что необходимо знать хотя бы несколько. Это молитвы, которые считаются в церкви. Псалтырь – это центральная книга Библии. Посреди ней находится. Три тысячи лет назад написанная. И она не устарела. А вот вы где-то свидетельствуйте другим, рассказываете о Христе? Да, конечно, в церкви. Что Христос… Нет. В церкви-то там молиться надо. А кому-то бы благовествуйте, что надо веровать, надо жить по-западу. Когда с кем-то в дороге или где-то бываете, разговариваете. А, конечно. Христос, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Да, проповедую. Всей твари. А кем является для вас Иисус Христос? Я даже не знаю. Ну, как же проповедовать, если не знаете, кем Он для вас является? Если мужчина, если вы замужние, то вы скажете, это мой муж. Если это брат, вы скажете, это брат. А кем является для вас Христос, не знаете? Он является моим отцом. Кем? Отцом. А где он себя называл отцом? Не знаю. Тоже не знаете. Я вот, понимаете, вы отвлекаетесь, вас кто-то там тревожит. Я слушаю, слушаю. Да. Вот если мужчина бреется и говорит, я православный, то он ставит все под сомнение. Вот женщина не должна челку подстригать. Волосы у ней должны быть, как есть. Если жена растит волосы, это честь для нее. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. Краситься нельзя, брови не трогать, ресницы не трогать. Это нужно знать и угождать Богу. Третья глава пророка Исаии, он сурово осуждает за это. Видите как? Мы просто, не просто так, мы умрем. Вы знаете, что мы корм червям могильным. Ну да. Ну так надо жить так, чтобы после смерти будет суд Божий страшный. Христос придет. Где мы окажемся? Слева или справа? В огне? Или со Христом в Царстве Небесном? Если он будет соблюдать, то, конечно, мы останемся. Но как соблюдать, когда не знаете закон, не считаете? Иоанн Златоуст говорит, ты не считаешь закон, не зная, ты его нарушаешь, ну раз не знаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Как можно не считать? Библия – настольная книга. Ежедневно надо считать, запоминать, молиться, соответствовать. Вот вы можете зайти на наш видеоканал, очень большой, называется «Во свете Библии». Хоть ручки запишите. Православный большой видеоканал «Во свете Библии». Игнатий Лапкин добавить. «Во свете Библии». Вот. Открывается? Проглазый. Сразу заметил. А не надо надевать эту маску, не надо. Это плохо дышать тебе. Что прятаться-то? Ты Бога ищи. Евангелие, считаю. У вас дома Евангелие-то есть? Да. Сними с рта, эту маску-то, уздечку-то. Зачем ты ее нацепил-то? Ты хочешь спрятаться от Бога? От Бога нельзя спрятаться. От Бога нельзя спрятаться.